Это программа «Особое мнение» в эфире нашей радиостанции. У микрофона Светлана Занькова, а напротив меня Михаил Шевелёв, советник Вятской торгово-промышленной палаты по экономическим вопросам. Михаил, добрый день. Светлана, здравствуйте. Мне очень приятно сейчас наблюдать отчёт по рынку жилой недвижимости, первичной жилой недвижимости, который был подготовлен Центром жилищной экономики и структурного развития региона. И твой отзыв на это исследование с выводами. Мы несколько раз пытались сделать в прямом эфире, в том числе и в развороте на бизнес, программы по состоянию рынка недвижимости. И разношерстно получали мнение по этому поводу. Риелторы и представители строительных компаний говорили о том, что лучшего времени для покупки квартир на первичном рынке просто не придумают. Прямо сейчас. Неудивительно. Да, нужно идти их и покупать. Особенно учитывая, что льготная ипотека на 29 февраля от государства, поэтому прямо сейчас. И особенно потому, что строительные компании сумасшедшие льготы сейчас дают. Любые рассрочки, любую квартиру, только приди. Купи для себя, купи для родственника, купи с целью инвестирования. Наступило 1 марта. Льготную ипотеку не отменили, чуть повысили ставку. Тоже прекрасное время для покупки квартир, для себя, для родственника с целью инвестиций. И вот такой вот сейчас бабах и исследование по рынку жилой недвижимости. А, да, и вспомнишь, что Никита Юрьевич Белых на встрече с президентом отчитывался, что в Кировской области с создачей жилья все прекрасно. Мы впереди, наверное, по показателям в стране многих регионов. И это здорово. На самом деле, конечно, отсутствие такой напряженности социальной, оно очень позитивно, в данном случае, и мы хорошо выглядим на фоне федеративной федерации. А как себя чувствует рынок первичного жилья? И как себя чувствуют строители и покупатели? Ну вот на самом деле, наверное, идеи, как бы, ну даже не идеи, мы регулярно проводим мониторинги подобной информации. Не всегда мы делаем публичную эту информацию, да, то есть в большей степени она интересна для специалистов рынка. И то, что Вы сказали, и то, что происходит за этим замечательным столом, да, то есть разговоры, нужно понимать, кто приходит и зачем приходит. То есть у нас не так много независимых экспертов, которые бы могли, ну, со стороны посмотреть, сказать, что же на самом деле происходит. Которые могли бы посмотреть и на, там, поведение состройщиков, и на поведение риэлторов, и на поведение просто представителей строительного бизнеса, да, то есть подрядчиков. И, собственно говоря, немножко, может быть, посмотреть на макроэкономическую ситуацию. Вот давайте дополним картинку и скажем, что вот согласно Вашему мониторингу у себя представляет сейчас рынок первичного жилья в Кировской области? Вот тут, скажем, такой оптимизм, который звучит, да, то, что сейчас лучшее время для покупки и так далее, он на самом деле, с одной стороны, имеет место быть. И в первую очередь потому, что на сегодняшний день, ну, простой экономический закон, то есть предложение превышает спрос. Первое предложение сейчас превышает спрос. Это связано в том числе с тем, что в динамике выполненных работ по сдаче жилья, скажем так, да, последние годы они были рекордными. Это хорошо для покупателей. Это хорошо для покупателей. Потому что цена, по идее, должна падать, и она падает, судя по Вашему отчёту. Да, она падает, и на самом деле нам было интересно понять психологическую причину этого падения и насколько долго оно продлится, на самом деле, да. То есть у нас есть ощущение, что в целом квартиры, вот только, сколько они сейчас продаются, они продаются очень часто по себестоимости. То есть по, ведь стоимость, если брать строительные материалы, они дешевеют. Зарплата, ну, условно говоря, она тоже у нас прожиточный минимум, там, и потребности, и там, цены в магазинах, они тоже растут. И вроде говорить о том, что давайте мы сэкономим на людях, тоже так нельзя говорить, потому что количество строителей, которые задействованы в процессе стройки... Так, сейчас, секундочку. Строители зачастую сейчас продают квартиры без всякой выгоды по себестоимости. Да, сейчас, видите, строительная отрасль, она в целом очень, скажем так, отзывчива на слово «кризис» и на слово «рост» экономический, потому что как только начинается экономический рост, первыми растут строительные компании. То есть появляются заказы, ремонты, стройка, и, соответственно, появляется очень большая востребованность. специалистов, очень большая востребованность с точки зрения затрат материалов и затрат на технику, затрат... Понятно, это понятно. Но в кризис, в первую очередь, какие расходы мы снижаем? Инвестиционные. То есть мы, по большому счету, планируем свои текущие затраты, да, а инвестиции, они, ну, скажем так, скукоживаются в первую очередь. Так, секунду, разберемся. Давайте. Итак, квартиры продаются по себестоимости. Не массово, но многие, и вообще цена снижается. В итоге строители недополучают прибыль, на которую они рассчитывали. И вообще можно ли говорить о прибыли сейчас? Вот сейчас вот вопрос прибыли очень интересный. То есть в тучные годы, ну, прибыль, скажем так, она считалась, и, скажем, было желание ее дальше инвестировать. Ведь что такое стройка? Стройка, это означает, что нужно подготовить строительную площадку. Строительных площадок у нас на самом деле не так много. Для того, чтобы подготовить строительную площадку, это нужно приобрести земельный участок. Понятно, что нужно его приобрести таким образом, чтобы еще и коммуникации были доступны, невозможны. Поэтому стремились в центре города строить. Да, это, конечно, влияло очень здорово. То есть приобрести земельный участок, подготовить его, может быть, иногда расселить, либо подвести большие коммуникации, это, естественно, требовало огромных вложений. Поэтому прибыль, которая раньше была, она очень часто инвестировала и в будущее строительства. И за счет этого, ну, росло, скажем так, предложение. Почему выросло количество метров взаимного жилья? 6% только в 15-м году, по сравнению с 14-м, это просто рост ввода в эксплуатацию жилых домов. Вот, и, соответственно, как правильно сказать, прибыль, которая была, она по большому счету, вот, как сказать, очень многие рассматривают прибыль как деньги, а есть прибыль как инвестиции. И эти инвестиции, они по большому счету сейчас превратились в достаточно такой сложно реализуемый актив, потому что в них вложены достаточно большие средства по тем условиям экономических темпов роста, которые были там 2, 3, 4 года назад, там, да. А сейчас мы за эти деньги, которые были тогда вложены, ну, найти покупателя очень сложно, потому что, чтобы купить этот участок, потом его продолжить строить, и потом, собственно, как правильно сказать-то, и на этом зарабатывать, ну, сейчас это менее, менее, что ли, выгодно стало. Причем, есть второй элемент влияющей на прибыль. Первое – это инвестиции, второе – это за счет чего прибыль получала. Прибыль, в первую очередь, получалась за счет текущей продажи квартиры. Которая сейчас не получается. Которая сейчас снизилась очень здорово. Что это значит для строителей? Это означает, что у строительных компаний образовался, так называемый, кризис ликвидности. То есть, у них есть активы, они очень часто имеют очень привлекательный баланс, с точки зрения количества активов и количества обязательств. Но эти обязательства очень часто выражены в тех платежах, которые необходимо осуществить деньгами, а активы очень часто выражаются как раз в тех земельных участках, в тех незавершенных тройках, которые нужно превратить в деньги, а это очень сложно. Что делают строительные компании? Большие крупные компании, они сейчас стараются саккумулировать, скажем так, все денежные поступления. Проще, проще. Что делают? Стараются работать с дебютерской задолженностью, то есть, более так, требовательно по отношению к плательщикам. Стараются работать с банками под длинным финансовым кредитом, на то, чтобы получить деньги. А банки, наверное, только с большими строительными компаниями работают, и продолжают работать, с мелкими уже? Нет, на самом деле, как бы, конечно, очень серьезно пересмотрены вопросы, связанные с кредитованием, да, таких строек. И я должен сказать, по крупным, средним компаниям строительным, я помню, недавно была опубликована топ-тысяча строительных компаний, там, наших компаний немало в этом списке. Я думаю, что у них, в принципе, на сегодняшний день есть еще запад прочности для того, чтобы достроить те дома, которые существуют. У нас есть компании крупные, их четыре, о них все знают. Что они сейчас в данный момент делают? Как мы внешне, там, видим проявление их работы? Кто-то замораживает стройку. Кто-то продолжает просить денег у банка или, там, в каких-то программах правительственных участвуются? Что происходит? Практически все, они стараются сейчас продавать то, что они начали строить, и то, что уже построено. И на эти средства достроить только те объекты, которые уже строят. Заложены. Заложены. Потому что заморозка стройки – это тоже какие-то расходы. Ну, на самом деле, там проблема в том, что у нас за время вот этого бума очень серьезно уже встречалось законодательство по отношению к защите, так называемых, там, участников долевого строительства. Очень жесткие условия. И, честно говоря, весь контроль-то даже строился на том, что вот они заплатили деньги, вы их, пожалуйста, израсходуйте правильно. Вы их израсходуете вот именно на стройку, там, никуда, там, не на потребление, там, не на какие-то там вещи, да, вот на стройку израсходуете их. А сейчас получается, что этих средств не хватает. И получается, что контроль-то должен быть немножко другим. И если для больших компаний на сегодняшний день, я считаю, что, ну, как бы, рано бить на бат, и у них есть заплат, и прочее, у них есть просто готовые квартиры, которые можно продавать, ну, по достаточно привлекательной цене. Они же не будут закладывать новые стройки. Они не будут закладывать новые стройки. И консервировать строительство. Именно поэтому уже сейчас большинство, как бы, даже руководители компаний, они заявляют о том, что, вы знаете, мы сейчас достроим, будем продавать то, что есть, достроим то, что есть, но, вы знаете, через 2-3 года будет дефицит. Ну, а это, собственно говоря, такие... Так, это что, угроза? Нет, почему? Это говорится о том, ну, с одной стороны, конечно, тут есть некое такое лукавство на лукавство. Нет, я не видел тех исследований, которые бы чётко, скажем так, сбалансированно показали бы, что, там, через 2 года потребность квартир со стороны, там, условно говоря, молодых семей, со стороны, там, людей, которые будут нуждаться в улучшении жилищных условий, там, с количеством рождённых детей, там, ну, и так далее. То есть, будет вот спрос вот такой-то, а квартира вот будет вот столько-то, и поэтому будет дефицит. Вот такого расклада нет. Все пользуются раскладом, условно говоря, там, конца 80-х годов, конца 90-х годов, когда дефицит был такой, ну, что прямо, мама, не говорю, он будет всегда, этот дефицит. Вот этим, как бы, все и руководствуют, и поэтому говорят, то, что практика показывает, что если мы каким-то образом завораживаем освоение новых строек, да, то через какое-то время мы уже будем вводить, там, не 700 тысяч квадратных метров, как в прошлом году, в 15-м, да, а, собственно, там, может быть, в 2-3 раза меньше, там, 200 тысяч квадратных метров, а это уже будет дефицит. Вот, к сожалению, вот такой, ну, аналитики ещё не проведено, и поэтому говорить о ней сложно. Но теоретически я согласен с тем, что, там, в году, так, в 18-му будет, ну, собственно, ситуация изменится. Ну, и, в принципе, по экономическим законам так и получается, что сначала, там, превышение, превышает спрос, потом продукт начнёт превышать предложение, и, соответственно, все начнут вливаться в то, чтобы строить дальше. То есть в 18-м году снова возникнет спрос. У меня ощущение, что в 18-м году, да. До 18-го года строители подождут, подзаморозят строительство, чтобы этот спрос сформировался естественным образом, и дальше снова начнут строить? Ну, если честно, как бы, не то, что они подождут, им на самом деле тяжело. То есть им на самом деле не надо их жалеть, но вопрос, вот, например, вот я говорил про контроль, да, вот сегодня контроль должен быть за тем, как они, ну, собственно говоря, выживают. То есть за тем, каким образом они принимают свои решения, что ли. То есть контроль должен быть за собственников. Строители должны понять, что собственность есть ответственность. Если они взялись трое, у них сейчас есть там определенные ликвидные... — Со стороны кого должен быть контроль? — Контроль должен быть, ну, со стороны, я считаю, что общество, власти, ну, и дольщиков, соответственно. Ну, общество, ладно, уберем, возьмем. — Дольщики, они априори уже обманутые. — Ну, не априори обманутые, но им нужен как бы этот контроль тоже. То есть они должны понимать... — Вы говорили об ответственности дольщиков на самом первоначальном этапе и во всех остальных этапах. — Вообще, они, конечно, должны четко требовать и понимать. — Остается правительство. — Остается правительство. И правительство на сегодняшний день должно не заниматься тем, чтобы решать уже вопросы обманутых дольщиков, а оно должно решать вопросы профилактики их появления. Вот это вот очень важно, на мой взгляд. — Ну, я хочу сказать, что, кстати, на конференции, которая была сейчас уже в Феопси, помните, мы о ней говорили в нашем эфире, в преддверии этой конференции приходил Алексей Борисович Кузнецов, министр, курирующий данную отрасль в нашей области, и он как раз обозначил эту проблему ожидаемого возможного всплеска увеличения количества обманутых дольщиков, но пока не имеет предпосылки, о которых вы сейчас говорили, и сказал о том, что правительство видит эту проблему, они ее пытаются просчитать, и они туда свои силы собираются направить. — Ваши бы слова или его бы слова, да еще бы в дело. То есть на самом деле, ну, там, скажем так, не буду я приводить каких-либо примеров, но, на мой взгляд, усиление мониторинга за состоянием нужно, оно должно произойти. — Он должен быть открытый, этот мониторинг, или только для специалистов? — Нет, я считаю, что он должен как раз быть в режиме, там, ручного управления, там, реагирования на те ситуации, которые существуют. Там, условно говоря, там, компания строит, кредит не получила, у ликвидности есть, как бы, проблемы. То есть им нужно, они в графике, но вопрос, им нужно помочь решить эту проблему, чтобы они смогли достроить, то есть, например, они, там, установили срок стройки, там, 17-18-й год, там, да, то есть, или, там, 16-й год. — Это сейчас всеми силами я должен бросить на то, чтобы… — График, чтобы он соблюдался. — …строителям в этой сложной ситуации завершить свои объекты. — Понимаете, тут решение-то, когда уже, там, проблема случилась, ее очень тяжело решать-то. А когда она еще не случилась, ведь могут найти… — Я просто не очень хорошо понимаю, как в случае, если бизнес попал в ситуацию, там, аховую, когда денег нет и негде перекредитоваться, правительство может помочь. — Ну, если сильные игроки, то есть, сильные игроки вполне могут подхватить, скажем так, стройку, которая ведется, которая продается. — Сильные игроки, как Вы сейчас говорите, они замораживают и стройку, и ужимаются везде. — Они замораживают освоение новых, то есть, условно говоря, отвлечения прибыли в более долгосрочные объекты. — Но ведь это вложение достроится? — Если объект строится, если квартиры в нем продаются, если… — Но денег нет еще на достройку. — Да, и денег, ну, как бы, в ближайшей перспективе сложно найти, то необходимо создать условия для того, чтобы инвестор, который, там, может эту стройку закончить… Ведь есть интересанты-то, люди-то ведь считают деньги, у кого-то, может быть, есть эти, там, 200-300 миллионов для того, чтобы застроить этот, ну, этот дом. И они, соответственно, могут, собственно говоря, появиться и сказать, мы готовы влиять. — Я вижу другую тут ситуацию, мы сейчас немножко углубились, надо завершать этим вопросом, но, тем не менее, я вижу другую ситуацию. Количество выявленных строек, где несостоятельными окажутся строительные компании, и где есть угроза появления обманутых дольщиков, ситуация следующая. Люди вложились, строительная компания два этажа построила, все, дальше денег нет. Как они эти деньги освоили, как вы говорите, уже не вернуть паровоз назад? Деньги обычно оттуда никак не изымаются, это стандартная ситуация. Я себе не представляю, как бы, вот не представляю себе ситуацию, когда правительство говорит серьезному крупному застройщику, который так сейчас выжимается, возьми-ка этот дом и застрой, потому что обычно в этих домах уже все квартиры проданы, только деньги ушли. — Как раз вот этой ситуации нельзя допускать. То есть здесь очень нет, я серьезно скажу, есть очень, ну, как бы, скажем, правильная компания, которая не занимается… — Ну, это какие сейчас на этом этапе вообще закладку каких бы то ни было домов и сбор денег с населения на строительство? — Да, это тоже не подход, мы же все-таки как бы… — Почему нет? — Разве это не страховка от того, что появится… — Ну, нет, запрещать. Вот, запрещать мы учились очень хорошо. На самом деле, здесь необходимо как раз уже там комплексное, совокупное решение. — Ладно, скажите мне, Миша, скажите мне, можно сейчас в этой ситуации очень дешево купить квартиру за сколько? — Можно. — За сколько квадратный метр? — Ну, я вам так скажу, я знаю примеры, когда продаю квартиры за 5% с рассрочкой там в 30, 50… — Не поняла, 5% чего? — 5% стоимости квартиры по нормальной цене и при этом рассрочка там составляет 50, там, 5 месяцев или 70 месяцев. — Первоначальный взнос 5%? — Да, да, да. — По нормальной цене это по какой? — Ну, 30, может быть, там, 4-35 тысячи. — То есть, ну, да, то, что сейчас декларируется стоимость 30-34-35 с рассрочкой на 50-70 месяцев, а первоначальный взрослый взнос стоит 5%. Это где, в каком районе города? — Это, ну, например, это в районе Солнечного берега. — Ага, в район Солнечного берега. Понятно. Напоминаю, что эта программа «Особое мнение». Надеюсь, что вы почерпнули нечто полезное по поводу покупки квартиры в нынешний момент из нашего сейчас разговора с Михаилом Шевелевым, консультантом, советником Торгово-промышленной палаты по экономическим вопросам, что в районе Солнечного берега можно сейчас хорошо купить квартиру при первоначальном взносе 5%. Это интересно. — Да. — Надо проверить. — Чувствую себя риэлтором. — Да. — Надо проверить. Потом будут звонки в нашу студию и скажут либо «Да, он прав», либо «Подайте сюда нам сейчас Михаила Шевелева», который это сделал. — Хорошо. — Давайте к следующему вопросу перейдем. Поскольку времени немного до перерыва осталось, я бы хотела, чтобы вы прокомментировали ситуацию, которая сейчас происходит вокруг торгового центра «Джеммол». В арбитражный суд обратился индивидуальный предприниматель, который обращался уже в сыскок компании со владельцу торгового центра «Зао Маяк Инвест». И, как следует из материала дела, в 2014 году индивидуальный предприниматель заключил с компанией договор аренды помещений и зданий и перечислил обязательный платеж, порядка 300 тысяч. Компания должна была возвратить эту сумму, однако сделал это только через суд. И требования владельца к торговому центру есть у Сбербанка, напоминаем же, который требует 20 миллионов. То есть вот я хочу что сказать. Идет череда неких претензий к «Джеммол» финансового плана. И это какое-то случайное истечение обстоятельств или какая-то направленная деятельность. Что хотят и кто сделает с «Джеммол»? Нет, давайте мы просто поговорим о такой форме, грубо говоря, решения вопросов, как подача судебного заявления в суд, ну, заявления на банкротство. Должен сказать, что журналисты на сегодняшний день, конечно, очень хорошо отслеживают сайт арбитражного суда и смотрят, то есть вот подано заявление на банкротство, о, давайте мы посмотрим, будем наблюдать. Это как бы некий такой черный источник новостей. Честно говоря, когда мы размышляли с партнерами, коллегами, с экспертами по этому вопросу, то там родилась такая интересная аналогия про 90-е, там, да, 90-е там сразу же устраивали там стрелки-разборки, там, да, а сейчас это вот подача искового заявления в суд на банкротство. Цивилизованное решение вопроса. Цивилизованное решение вопроса. То есть, условно говоря, если ты не сдюжил, условно, там, не выплатил, там, не отбился, то ты ушел в процедуру, а там уже что будет, там, никто не знает по большому счету, и чем закончится эта процедура. Вот. А здесь, к примеру, то же самое. Очень многие пользуются этой возможностью просто для того, чтобы быстрее получить свои деньги. То есть, компании, чтобы не затягивать в эту процедуру, там, не углубляться, бывает проще отдать. Ну, я думаю, для Джомо 300 тысяч рублей это… Это не 20 миллионов, конечно. Это даже, ну, нет, и даже 20 миллионов для них, как бы, ну, я не знаю, их финансовое состояние, да, но с учетом того, сколько там денег положено, сколько там арендаторов, сколько там оборотов выручки, сколько там машин на стоянке, я думаю, что это, в общем-то, достаточно такие оборотные средства организации. Тут проблема та, которая существует с Джомоом, на мой взгляд, связана с тем, что кто-то постоянно создает им проблему. Да. Зачем? Ну, зачем она создает проблему? Если вы мне не скажете кто, то хотя бы зачем? Ну, обычно это бывает только тогда, когда… Из зависти. Либо есть какие-то интересы. Ну, естественно. Есть какие-то интересы. Есть какие-то интересы, да. То есть сейчас, видите, уже не 90-е, и интересы они решают достаточно такими цивилизованными способами, потому что вот как раз там ресурсы какие? СМИ. Да. То есть написать там рекламную статью, там еще что-то делать, да. То есть подать информацию, ну как раз подать иск в суд, да. Бывает комбинируют, подадут иск в суд. СМИ. И компрометирующую статью. И потом начинают интерпретировать в СМИ. Возможно, это вот связано вот с этим, с этим, с этим. Вот. И на самом деле, конечно, мы не знаем, вот я, чётно говоря, не знаю, но мне кажется, что джемо – это, ну, такой масштаб организации, что он вполне как бы способен решить все свои вопросы, которые там… Стоять. Стоять. Да, да. Потому что, ну, я честно не понимаю, как так взял, что там Гербанг там 600-700 миллионов предъявил, потом бабах там цифра там называется там 20 миллионов. То есть это как бы как. То есть либо сознательно был просто иск там какой-то другой там заявлен, либо, ну вот, вопросов много, и я не хочу заниматься там досугом. Но для потребителя, собственно говоря, неважно, в чьих руках будет джемо. Конечно. То есть и по большому счёту, понимаете, тут ещё создаётся, конечно, некий такой реперационный образ, то что вот компания там где-то там… ну, обыватель-то ведь так не рассматривает. Это бизнес-процессы. Вот мы понимаем, что за этими бизнес-процессами может быть, ну, очень разные вещи. А для обывателя, о, там, взял денег, там, не заплатил, построил себе, сейчас не хочет платить, там, да. Ну, в общем-то, так формируется образ сегодняшнего предпринимателя. То есть, к сожалению, взял, не заплатил, построил, а потом не отдал и остался уважаемым человеком, это формирует некую, там, вот, предпринимательскую, скажем так, предпринимательский образ. Если бы у нас большая цена делалась на то, что вот есть предприниматель, он взял кредит, он его вернул, он создал производство, как бы, да, и он стал героем наших уважаемых СМИ, да, то тогда, наверное, предприниматели бы другие были и тянули другими идеалами. Сейчас прервемся на короткую рекламу, но помню, что это особое мнение Михаила Шевелева, советник авиатско-торгово-промышленной палаты по экономическим вопросам. Программа «Особое мнение» в эфире нашей радиостанции, у микрофона Светланы Занько, Михаил Шевелев выражает свое особое мнение. Радостная новость. Никита Юрьевич Белых, губернатор нашей области, лично встретился с гендиректором авиакомпании «Победа» Андреем Калмыковым, я надеюсь, я правильно поставил ударение, и решил все разногласия. Он так и написал у себя на страничке в Фейсбуке, что «Авиакомпания «Победа» и аэропорт «Победила» продолжат совместную работу в интересах жителей и гостей Кировской области. После мартовских праздников аэропорт и авиакомпания выпустят совместный пресс-релиз «Спасибо руководству «Победы» за конструктивный и содержательный подход», написал Белых после встречи с Андреем Калмыковым, цитирую по сайту bnkirov.ru. Посмотрите, какая интересная ситуация получается. Все долго обсуждали, что это за вброс такой, что это происходит такое. Никита Юрьевич бросился на абразуру, можно сказать, потому что внятных комментариев не было, только комментарии, что билеты продаются, и что все будет хорошо. Нам же хочется подробностей. Вот подробности. Никита Юрьевич полетел и договорился. Такое ощущение… И это не первый пример. Как-то летало и летало. Это не первый пример. То есть вот что-то случается, Никита Юрьевич едет, договаривается лично, селфи еще вот тут есть приложено. Там вот это правильно в таких ситуациях? Очень неправильно, на мой взгляд. На мой взгляд очень неправильно, потому что это говорит о том, что система не работает. То есть по идее должна быть система. То есть губернатор, наверное, должен все-таки другими вещами заниматься, между решать проблемы, я не знаю, теплооснабжения города в ручном режиме, договариваться с кем-то, давайте мы это сделаем, работая на аэропорт. То есть, на мой взгляд, система должна работать так, чтобы у людей на местах была ответственность. Получается, что здесь, вроде как, Победа заявила о том, что не будем летать, да, все там, о, почему, куча домов. — Победа официально не заявляла. — Да, то есть официально не заявляла, но, по сути, Твиттер Никиты Юрьевича достаточно официальная вещь, как бы, да, то есть он-то заявил о том, что он решил. Проблемы, вроде как, не было, но он решил. Да, то есть и она как летала, так и будет летать. Конечно, вот это, с мой взгляд, было достаточно обидно для людей, потому что, честно говоря, полеты в Москву, полеты там, до Краснодарского края у нас сейчас можно долететь, там, ну, пересадками очень быстро. То есть вот с утра вылетел, в обед ты уже в Краснодаре, там, да, это очень удобно, то есть крайне удобно. И многие привыкли, оценили, и я, честно говоря, сколько раз летал на Победе, то есть это очень хороший уровень, то есть, на самом деле, дешевле, чем «Плоскарт-Москву», как бы, удобно. Вот, и отказ от этого, он достаточно серьезный, наверное, почему и обсуждали, потому что серьезно ударил по привыканию к хорошему. И вот тут уж, несмотря на то, что официально Победа не подтвердила, там, что она что-то прекращает полеты, и «Брос», собственно, особо не прокомментировал, просто сказать, что это не наше официальное заявление, но ситуация и положение этой Победы, какое выгодное в этом отношении получается, они единственные такие замечательные, с такими хорошими ценами, которые везут нас с вами в Москву, в Краснодар. – Это тоже не является, в общем, достаточно правильным, потому что, ну, монополизм никогда никого еще не приводил в итоге к чему-то положительному там, да. То есть, с точки зрения потребителя, конечно, конкуренция, она, ну, есть двигатель. Вопрос в том, что эти рамки должны быть заданы, то есть, они должны быть проговорены, то есть. А у нас, вот в России, у нас как бы не любят конкуренцию, просто потому что, ну, бог знает, а кто-то там другой придёт. У нас, честно говоря, были проведены исследования недавно в Фейсбуке, там, да, то есть, там вот как раз один из принципов, там, решения, там, проектного, да, то есть, а кто будет это делать? Не тот, кто предложит лучшие условия, там, это, а вот кого я знаю. Вот кого я знаю, вот тот, тот пусть сделает. Это традиция такая? А у нас ведь и команды так складываются на всех уровнях. Мне кажется, что это всё, всё-таки, действительно, это вот такая некая традиция культурная особенность, что ли, да, то есть, мы доверяем тем, кому нужно. Я просто не представляю, как бы, должна быть другая традиция. То есть, традиция должна быть такая, что вот человек предложил лучшие условия, он предложил, объяснил, почему он может сделать лучше и качественнее. Ты увидел, что это действительно так, и ты можешь ему тогда, соответственно, ну, отдать контракт на выполнение. И тогда будут формироваться некие репутационные вещи, там, длинные. У нас ведь компания, там, условно говоря, вчера созданная по сегодняшним правилам торговли, очень редко имеют преимущества. Вы сейчас вот к чему клоните в отношении, взаимоотношения в отношении Победилова и Победы? Нет, в отношении Победилова и Победы то, что хорошо, то, что у нас остается эта возможность, но лучше было бы, если бы кроме Победы были еще другие компании. Это раз, и лучше было бы, если бы не Никита Юрьевич решил этот вопрос. И лучше было бы, чтобы система работала вот без такого ручного управления со стороны первых лиц области. то, чтобы система там в области ЖКХ, в области строительства, вот мы с вами говорили про рынок, да, вот почему-то мне кажется, что в случае чего, да, Никита Юрьевич в ручном режиме будет решать этот вопрос. Хотя его можно просто не допустить. Ну, то есть, как бы какие-то вот моменты. Тут еще, кстати, могут нам с вами попенять на то, что нагнетает ситуацию пресса. Ну, мало ли где какой был вброс, причем в прессе. Подхватили все остальные. И, соответственно, вместо того, чтобы команде, которой вы говорите, системе заработать, дать ей время заработать, чтобы не допустить дальнейшей шумихи и волнения, включается человек, который напрямую приезжает к Андрею Калмыкову, встречается и решает. Да. Ну, а нам-то чего понять-то? Мы с вами стараемся объективно достаточно рассматривать все новости, подавать достаточно объективно и разносторонне. Хотя, на самом деле, меня всегда в последнее время особенно умиляет лента новостей в Яндексе, например. Что у нас наибольшей всего цитируется? Происшествия, аварии, какие-то там вещи, которые, ну, вот, они популярны, соответственно, они освещаются. Еще Яндекс их инвестирует так, что кто больше эту новость как бы показал, тем она и выше. То есть уникальных новостей, в данном случае, там, ты не появишься высоко в топе. Мы, по крайней мере, очень редко появляемся, потому что стараемся… Мы – это товар, деньги, товар. Да, товар, деньги, товар. Мы стараемся как бы не в тренде идти, мы стараемся делать так, чтобы наша новость, она была, ну, блин, осмысленная, интересная той категории, которая нам интересна. То есть мы, в данном случае, ну, индексируемся не так часто и не так там успешно. Стремиться к тому, чтобы там, ну, зайти на тебя там. Конечно там… И еще, кстати, вот этот момент, он немножко там боковой тренд, да, но он связан с тем, что у нас рекламодатели, к сожалению, на сегодняшний день очень часто пользуются такими старинными методами, понимаете. Они не ищут свою аудиторию, они до сих пор там цену контакта там считают, да. Яндекс очень хорошо отрабатывает, на самом деле, за счет того, что все сейчас ориентируются на топ Яндекса и на котирование в Яндексе. Конечно. Итоговая аудитория совершенно, мне кажется… Конечно. Вот это вот, мне кажется, тот момент, который в ближайшее время претерпит очень большое мнение. Как мы сулили с темой победы и победилова на топ Яндекса. На топ Яндекса. На топ Яндекса. У нас остается буквально пять минут, и уже если мы с вами заговорили о СМИ, нельзя сказать, что эта тема не касается нас. И поэтому я хотела бы, чтобы вы ее прокомментировали. Вы помните, что произошло в Москве буквально накануне у одной из станций метро, когда няня девочки-инвалида совершила ее убийство и в течение 40 минут не была задержана полицейским. Ну, по крайней мере, люди все это наблюдали. Мы сейчас отчеты полицейских выведем и все. Но основная претензия, которая была предъявлена крупным телеканалом, заключалась в том, что они не показали эти сюжеты в прямом, не в прямом эфире, а в принципе в эфире. И это очень долго мусолилось, обсуждалось, и уже куча мнений по этому поводу была высказана разными людьми. Ну, я хочу услышать от вас. Как вы считаете, правильно ли поступили телевизионные каналы, что не показали эту сцену, а она в интернете есть, эта съемка, и снимали граждане? Давайте я свое мнение скажу. Потому что я, честно говоря, против вот таких, как бы скажем, массовых показов, вот таких вот вещей. Массовых показов происшествий, массовых показов всяких криминалов, массовых показов того, что действительно нас очень серьезно задевает по-человечески. Мы не можем мимо этого пройти. Конечно, рейтинги взлетели бы, потому что такова особенность человека. Вот. Но это вот с точки зрения, ну, что ли, будущего, формирования нашего образа, человеческого, культурного воспитания будущих поколений, ну, это очень спекулятивная тема. Я, честно говоря, конечно, ну, не люблю в этом плане спекуляции. А тогда, с другой стороны, как вы считаете, там была претензия еще другого порядка, что не по собственной воле телевизионные каналы не показали этот сюжет, а по указке сверху. Мы можем с вами поговорить про свободу слова? Нет, нет. Вот конкретно эту давайте ситуацию разберем. Мы не будем говорить в целом про свободу слова, а эту ситуацию разберем. А что сказать-то? То есть, вот, запретили? Что удивительно, что ли? Вот я, честно говоря, не понимаю, потому что у нас на сегодняшний день независимых СМИ, ну, очень немного. И, то есть, есть позиция независимого там журналистов. Мне кажется, вот это гораздо более ценно. Потому что сегодня… Я сейчас про другую ситуацию. Вот, хорошо, по-другому скажу. Вы сказали, что вы правильно сделали, что не показали, и вы бы тоже не показали. Я бы не показал. И вы бы тоже не показали. Вот есть в этой конкретной ситуации, связанной с этой конкретной трагедией, разница. Сделано это самостоятельно каналами или по указке сверху? Как бы это ни выглядело, директивой или просьбой? Да, честно говоря, для меня нет ради. То есть, вот… Мы еще говорим про новости, правда? Про то, что формируют некую повестку дня. Вот я тогда говорю, что я бы не показал. Вот это была специализированная передача, посвященная вот таким случаям. Ну, и как вот… Как из этого находить выход? Как заниматься профилактикой? Как вообще… Это ведь большая проблема няни. То есть, освещать эту проблему обязательно нужно было? Обязательно нужно. Но очень осторожно подходить к показу самого сюжета. Конечно, конечно. На сегодняшний день, честно говоря, ну… Нужно быть очень ответственным человеком за то, что у нас телевизор очень много, большое влияние оказывает. И показать такую новость по всем центральным каналам, это очень, на мой взгляд, неуправляемо. Это может вливаться в разные абсолютно там вещи, которые… Зачем они? То есть, человек, он может действовать, ну, достаточно… Под влиянием этих факторов он не будет там сидеть и размышлять, да, есть такая проблема… Эмоционально… Он пойдёт и делает… Эмоционально он делает, скорее всего, не что-то такое хорошее, позитивное, доброе и светлое. Но разбирать эти ситуации, обсудать их… Обязательно. 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 Конечно. То есть, вот, просто… Сама, конечно, позиция новостей, то есть, вот, концепция новостей, то, как она… Скорее всего, претензия была в том, что вы другое это показываете, а это здесь не показали. Если вот в целом говорить, то, конечно, с этой позиции новости у нас… Ну… Я стараюсь не смотреть. Это Михаил Шевелёв со своим особым мнением был на волнах нашей радиостанции в эфире. Я с Ван Занько прощаюсь с вами. До свидания. До свидания.